Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 28 ноября и, как обычно, зимой я практикую такие быстрые ответы на вопросы, на вопросы тех зрителей, которые задают мне на канале YouTube. Вот сейчас я приехала с почты, перед тем, как выставить квитанции, я быстро отвечу на несколько вопросов, потому что это тоже очень важно. Я сейчас объясню, для чего я выкладываю вот эти зимние видеоролики о различных сортах. Вот как раз последний сейчас комментарий Лилия Вальтер написала, он как нельзя лучше отражает вот это вот, как мой посыл, мое желание. Она пишет, если бы найти сорта по-настоящему устойчивые и вкусные, то настолько бы облегчилась огородная жизнь. Тяжко в душных теплицах часами возиться. Я вот как раз рассказывала вчера про бердский крупный, что есть сорта, которые можно вырастить и без теплиц. И вот как раз во время этих комментариев, когда я выкладываю видео и люди добавляют свои комментарии, я даже обращаюсь к вам, вы больше добавляйте комментарии даже про те сорта, которых у меня нет, о которых даже нет речи в этом видеоролике. Этим вы поможете другим людям подобрать для себя наиболее подходящие сорта, те сорта, которые, например, или устойчивые, хорошие, или хорошие, сладкие. Читая комментарий к своему же видео, вот где я рассказывала, как я выбираю сорта, я уже сделала пометку, некоторые написали, что черри мохито очень вкусный, прям медовый. Потом вот эта златовласка, про которую я говорила, то ли я буду ее выращивать, то ли не буду, она у меня под вопросом, теперь она точно будет в моем огороде, потому что столько таких хвалебных отзывов написали люди об этом сорте, что обойти его стороной я уже не смогу. И все хвалят бычий глаз. Я-то посмеялась, что взяла просто для комплекта, что хочу всего быка собрать по частям, а оказывается, люди, кто выращивал, все, нет ни одного человека, который бы написал, что не стоит выращивать этот сорт. Все его хвалят, очень сладкий, очень вкусный, но есть некоторые сорта, которые люди, наоборот, мне советуют, даже не выращивайте, они нехорошие. И вот читая, даже не столько полезно мое видео, которое я выложила, а более полезно-то вот те комментарии, которые люди со всех краев, со всех районов нашего и России прислали, и это будет информация еще даже более полезная, чем моя. Поэтому вот такие видеоролики зимние сейчас про характеристики сортов, про подбор сортов, они очень важны. Вот я сейчас пройдусь немного и познакомлю вас с тем, что пишут люди, чем они интересуются и какие сорта очень хорошо нахваливают. Ну и вот сегодня же выложила про сорт советский, тут же Маргарита Панова написала тоже плюсовой такой, ну, хвалебный отзыв, что вот без, совсем без этого, как сказать, без ухода и практически без выращивания получила хороший урожай. И еще важно, я никогда не жила в южных районах в жарких, и вот когда у меня спрашивают, вот, например, у меня Рукия имя, извините, не знаю, Рукия это мальчик или Рукия это девочка, не знаю, в каком, в женском или мужском роде обращаться, извините, пожалуйста, у нас таких имен нет. Вот она спрашивает или он, ну, короче, зрители Рукия спрашивают, а в южных районах можно выращивать этот сорт, это проберский крупный. И я бы, если бы не прочитала комментарии все, я могла бы сказать, что я даже не знаю, что сказать, потому что я никогда не была в южных регионах, я не жила там, я не только не жила, я никогда не выезжала за пределы Алтайского края, так что про выращивание в южных регионах я не могу достоверно вам сказать об этих сортах. Ну, тут же ниже я прочитала комментарий другой зрительницы, которая пишет, что бердский крупный брала семена, высевала в Ростове-на-Дону, показал прекрасный результат, значит, другие зрители уже отвечают на вопрос Рукии, что бердский крупный подходит, вероятно, и для теплых регионов. И это очень хорошо помогает нашим друзьям-огородникам подобрать все подходящие сорта, и прочитав комментарии, можно уже точно знать, как говорят, что сарафанное радио самое лучшее. Вот если люди говорят, что в южных регионах они уже выращивали, ну, значит, будем верить им на слово. Вот Елена Вердского пишет, что я бердский крупный, я же говорила, что он полудент, она пишет, что полудетерминатные сорта очень удобны. Вот выращивала также оранжевый гигант. Они удобны тем, да, что они дадут тоже большой крупный плод, но они не очень высокие и не так тяжелы в обслуживании, как индетерминатные. Вот тут про аметистовую драгоценность Инесса пишет, что не очень понравилась и по вкусу никакой. Я вам говорила, когда проводила дегустацию, что аметистовая драгоценность нашим вкусовым предпочтениям, она может показаться совсем, у нее нет вот этой обычной томатной кислинки. Она не ярко выраженный томатный вкус, у нее вкус совсем другой, и многим она и не нравится. Многие могут ее не понять с первого раза, вот и подтверждение моих слов, что пишут, что по вкусу никакой, потому что он не томатный, он больше как, ну, люди пишут, что как с каким-то с фруктовым ароматом или что-то такое, как десертное, что ли. А мы-то любим, что если томат, значит он кисленький. Так, это я. Вот, кстати, я говорила, что зрительница, это оказывается мужчина, пишет Владимир, что Бердский поспел первый, это из Ростова-на-Дону. А, нет, все-таки Татьяна, извиняюсь, путают меня именами. Вот это как раз про то, что кто спрашивал, Бердский крут, ну и подходит для южных регионов или нет, подходит. Так, вот еще про заказы пишет Чакар, ну, не буду все читать, из Дагестана, что как я могу приобрести, взрослая женщина живу в Дагестане, хотела бы заказать оба сорта. Вы знаете, я 1 декабря буду проводить дополнительный набор, выйдет подробное видео о том, как заказать, но я сразу всех предупреждаю, что у меня семян, у меня не производственное объединение, у меня нет интернет-магазина. Семян, конечно, ограниченное количество, ну, можно сказать, там капля в море. Если вы захотите заказать, выписать семена, вы посмотрите мое видео, в Одноклассниках на моей странице будет опять информация. И все, кто хочет получить семена, они все получают, несмотря на то, что и ждать долго, и все это происходит медленно, потому что все это ручной труд, ничего автоматизировать нельзя. Все это медленно-медленно, но к посеву все получают. Если вам хочется получить семена, и вы высеваете рано, например, в январе или в феврале, то в этом году, возможно, вы посеять их уже не успеете, но вы их получите к марту, все равно посеете на следующий год. Вот так я могу объяснить вам, как вы можете получить. Но в этом году, так как уже поздно, сейчас уже зима, впереди очень много людей в очереди, скорее всего, в этом году вы посеять их не успеете. Я говорю вам сразу, откровенно, что все это медленно у меня идет. Вот, и опять же, про бердские крупные, что в Ленобласти выращивала. Выросли томаты 700-граммовые, мясистые, вкусные. Не болел, очень хороший томат. И опять же, вопрос о семенах, как приобрести семена бердские крупные, я еще раз говорю, что будет дополнительный прием заявок 1 декабря. Но эти семена рассылать будут только в феврале и в марте, после того, как вселетние заявки разошлются. Вот еще хотела на этот вопрос ответить обязательно, потому что всегда спрашивают про урожайность. По поводу урожайности, что можно сказать? Про поводу урожайности я никогда ничего не называю конкретные, как килограммы или какие-то там. Я всегда говорю, что это напрямую больше всего зависит от плодородия почвы. У кого-то этот томат даст, например, оглушительный урожай на плодородных, черноземных почвах. Если на почвах, на песчаных, на бедных, вот как у нас урожай будет намного меньше. И урожайность зависит не всегда от сортовых характеристик томата. Урожайность у него заявлена средняя, он эндотерминатный, у него хорошая урожайность. Но все это относительно. У кого-то будет больше, зависит от ухода, от подкормок. Если вы томат будете хорошо за ним ухаживать, если будет плодородная почва, любой томат имеет хорошую урожайность, достаточную. Никогда не называю урожайность, потому что это, знаете, медаль от двух сторон. Скажешь, что урожайность вот такая большая, кто-то посадит выращивать, будет выращивать, и не получит такую урожайность, и потом обидится, и скажет, что я обманула, сказала, что большая урожайность, а у него выросло две помидорки. Это все индивидуально. Поэтому урожайность своих томатов вы закладываете сами. Это наши затраты времени, это наш уход за ними, и все. И еще погодные условия. Естественно, если будет холодное лето, если будет дождливое лето, неблагоприятные условия, урожайность будет маленькая. Поэтому даже можете не спрашивать у меня про урожайность. Я никогда не завешиваю, я никогда не измеряю, сколько килограмм с куста, потому что это все бесполезно. Лариса Воронова спрашивает, вот про новые сорта медово-сахарные из Полины Малиновой. Знаете, вы пишете, что ничего не нашли, все перерыли. У меня про них еще информации нет. Я видеоролики, я вам сейчас расскажу, я сейчас буду завтра, послезавтра снимать видеоролики о новинках, там по несколько слов. Но об этих сортах я не могу подробно и не могу достоверно вот так рассказывать, потому что они у меня сами были новинки, я выращивала их впервые. И я люблю рассказывать, если о томате, например, я рассказываю о бердском, о советском. Это когда он у меня уже в огороде выращивался более 2-3 лет. Тогда я уже знаю все. Я знаю, как он себя ведет. За один год, по результатам одного года, никогда не сужу о томатах, потому что может быть обманчивые впечатления. Бывает, первый год не удался, второй год посадишь из своих семян шикарный томат. Могу сказать, что медово-сахарный, ну ясно, что это оранжевый такой, ну как, из серии оранжевых томатов, он сладкий, 300-400 грамм, такой кругленький, формируют обычно в один стебель. Но обыкновенный оранжевый томат, вкусный, сладкий, все. А исполин малиновый, он отличается тем, что у него огромные плоды, указаны от 300 до 800 грамм в инструкции, и даже могут быть до килограмма. Оно мощное, индетерминантное, но оно, как бы вам сказать, есть же вот многодетное, а оно молодетное. В кисти всего 2-3 помидорки. Вот кисть, 2 томата, но они огромные. И как они редковато, но они здоровые такие, крупные. Вот это могу сказать, а потом буду, когда о новинках говорить, я тоже буду говорить больше всего вот так описание, просто то, которое написано на пачках. Потому что всего, вот, например, исполин малиновый, у меня был всего один кустик, и всего первый год. И ничего конкретного сказать, что выращиваю много лет, он мне так нравится, я еще сказать не могу. Могу дать только вот характеристики, описание, что он высокий, что он крупный, что ярко-розовый такой. Конечно, это бифтомат, конечно, он и мясистый, и вкусный. Но как он себя показывает в разных условиях. Например, бывает же один год вот так, в жаркое лето он хорошо, в холодное дождливое лето он вообще никак. Таких сведений у меня о нем еще нет. Вот про берстки тоже. Обожаю такие сорта, пишет Надежда Красикова. И налюбуешься, и уход минимум, и урожаем похвастаешься. Вот берстки крупные. Так, теперь сейчас подводим итог. После того, как я выложила вот это видео о берстком крупном, все, кто выращивал, остальные, не только я, но и все остальные люди, которые выращивали этот томат, все в один голос говорят, томат классный, хороший и крупный, и уход маленький, ну такой минимальный за ним. Это что значит? Значит, что остальные зрители могут почитать, не только посмотреть мое видео, но и почитать все остальные такие голоса, которые за, и тоже, например, решить. Да, стоит этот томат попробовать, раз уж люди его так хвалят, не могут же все в голос врать, что этот томат хороший. Вот так вот мы подбираем томаты себе. Если кто-то, например, не может сам самостоятельно прийти в магазин и выбрать, послушайте людей, вот кто уже имел опыт выращивания, этого томата. Это я не только об этом сорте, но и о других. Сейчас я выкладываю видео о многих сортах томатов, и вы прочитаете. Кто-то, например, напишет, нет, этот не стоит выращивать, у меня он не получается, значит, вы подумаете. Ну, если есть с ним сложности, не стоит с ним связываться. Так, вот пишут про эти, помните, я говорила про супер банан и супермодель, вот когда какие сорта выращиваю, я говорила, что они у меня не удались, попробую еще раз, может получится длинные. И вот это как раз минусовая такая негативная оценка томатов. Вот пишет Олеся Иванова, то же самое повторяет, что я советую не пробовать супер банан, точно обман, сколько ни сажала, не получается длинный. Поверьте, это обман и фантазия. И у меня точно так же. Он получился коротышко, совсем не такой, как на картинке, совсем не такой, как в описании, но я все-таки попробую еще раз. Если второй раз не получится, значит, это точно. Картинка фантазийная или просто обманывает нас производитель, что он такой длинный получается и такой красивый, как на картиночке. Вот гранатовая капля, пишут, очень хорошее все. И про сибирские киви, про которые я сказала, буду выращивать, тоже вроде как экзотика, тоже вот пишут, понравился, не очень. Вы видите, что есть комментарии же не все, например, ой, да правда, вы говорите, хорошие. Есть комментарии, которые люди действительно пишут, что на картинках красиво, все описано так хорошо, а не соответствует. И вот про эти же, опять же, супермодели, вот супер банан, еще одна девушка пишет, и Лена Орлова. У меня тоже и супермодели, дядя Степа, они соответствовали описанию, были коротышами. Вот это проблема нашего времени сейчас. Очень много красивых пачек в магазине, очень много новых сортов. Нас завалили вот этими описаниями, такими, как, ну, словесными, вкусными описаниями. Но когда мы выращиваем томат, они не все у нас получаются. Вот у меня, я рассказывала же, какие они получились. Супермодель, супер банан, дядя Степа получились совсем другие. И Лена Северстова пишет, почему не сайте коллекционные сорта, почему я не сажу? Я сажу коллекционные сорта. У меня очень много. Просто вы написали комментарии, это под этим видео, где я рассказывала о новинках, о тех, которые я еще не высаживала. А те, которые я высаживала, среди них много коллекционных сортов. И в этом году мне еще много прислали мои зрители дорогие, поделились, кто два, кто три семечка. В этом году будет очень много редких коллекционных сортов. И вот совет, протестируйте побольше томатов, шоколадного цвета и черных. Вот как раз у меня в этом году такое направление. Мои мулатки, шоколадки, будет целый такой отдельный участочек в огороде, где будут именно вот эти синие, красные, черно-красные, коричневые, там всякие вот эти необычные. Попробуем все и найдем самый-самый красивый, самый-самый сладкий. Вот одна зрительница всегда мне пишет, Татьяна Мирозликина, удачи на канале, благополучия вашей семье. Вот этой фразой я с вами попрощаюсь, желаю всем благополучия в ваших семьях. Почаще пишите комментарии, делитесь своими отзывами о томатах. Вот сейчас идет выбор томатов. Вы, если, например, уже несколько лет, или еще лучше, когда много лет уже в огороде, много сортов перепробовали, мы живем в разных регионах, может быть, кто-то не слышал даже о каком-нибудь вкусном, таком красивом, урожайном сорте, а вы его выращиваете. Напишите в комментариях, другие люди прочитают ваш комментарий и возьмут себе на вооружение. Не держите секреты свои при себе, давайте делиться своими успехами, своими удачами. Неудач у нас и так много в стране всяких там неприятностей. Давайте делиться вот всем хорошим. Получила какой-то хороший томат, вырастила, вкусный, красивый, похвались перед другими, поделись своей радостью, и может быть, кому-то вы поможете подобрать хороший такой список, удачный, он подойдет, может быть, еще кому-то, и кто-то, глядя на него, улыбнется и вспомнит вас добрым словом. Вам это обязательно вернется. Все, до свидания, с наилучшими пожеланиями. У нас зима, холодно, будем согреваться общением. Все, ваша Ольга Чернова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok